Умники и умницы со всех уголков нашей страны приехали в город над Богом, чтобы сразиться за звание лучшего на заключительном этапе Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. В интеллектуальных соревнованиях, которые продлятся 4 дня, с 24 по 28 марта, примут участие более 100 школьников. Это победители областного этапа, а также ребята, занявшие призовые места на Олимпиаде Союзного государства России и Беларусь, историческая и духовная общность, которая проходила прошлой осенью в Витебске. Хочу сказать, что результативность прошлогодней – это 58 дипломов в общей сложности. Хотелось бы больше. Надеемся, что в этом году мы преодолеем вот такой, я бы сказал, недостаточный уровень, потому что многое сделано. Мы сделали выводы из итогов прошлой Олимпиады. В это дело активно включились наши региональные университеты. И надеемся на то, что проведенная работа, она даст соответствующие плоды. Уже не один год победители Республиканской Олимпиады по русскому языку выбирают именно его отделом всей жизни, поступая на филологические факультеты. К слову, в настоящее время победители из числа 11-классников имеют льготы при поступлении. Так, ребята, занявшие первое, второе и третье места, могут быть зачислены в профильный вуз без экзаменов. Здесь собрались, безусловно, лучшие ученики на сегодняшний день из всех школ нашей страны. И я думаю, что у этих учеников есть возможность развить свой талант литературоведческий, языковедческий, если они поступят на филологические факультеты нашей страны. Но понятно уже сегодня, что не все далеко будут поступать на филологические факультеты. Но вне зависимости от того, на какой факультет, в какой университет они поступят, каждый университет, каждый факультет, думаю, хотел бы видеть у себя этих ребят. Все ребята, которые принимают участие в Олимпиаде, настроены на высокие результаты и победу. Не один год эти школьники постигали азы русского языка, а потому сегодня большинство из них в своих силах уверены и готовы продемонстрировать знания. Олимпиада — это опыт прежде всего. Это опыт не только каких-то конкурсов именно в плане русского языка. Это просто жизненный опыт. Это умение собирать себя в кулак, когда нужно. Это умение преодолевать трудности. Это умение общаться, потому что мы здесь все не только конкуренты, мы еще и просто друзья, знакомые, приятели, которые делятся какими-то впечатлениями. Несмотря на то, что программа состязаний требует от ребят полной самоотдачи, концентрации внимания и сил, школьники отмечают, что поездка запомнится не только интеллектуальными баталиями. В городе над Бугом многие впервые, а потому положительных эмоций только от путешествия уже в первый день было очень много, и ребята с удовольствием делились своими впечатлениями. Мы приехали только сегодня с утра, поэтому с городом еще не успели познакомиться, экскурсий еще не было, но уже из окна автобуса можно было оценить, что город очень солнечный, светлый. Светлый, чистый и гостеприимный. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания Буг ТВ.